Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня я хочу вам показать три замечательные книги, которые станут незаменимым дополнением для тех, кто занимается дизайном нижнего белья. Первая книга посвящена рисунку, идеям и дизайном Lingerie and Beachwear. Соответственно, здесь еще упомянуты и купальники. Вторая книжка – это полностью курс по дизайну белья, то есть начиная от того, как его придумывать, какие технологические обработки, и также здесь конструкция есть. И еще одна книжка – Underwear Fashion and Detail. Исторический ракурс такой на нижнее белье, где можно посмотреть, как это все было и как это все реализовывалось в предыдущие эпохи, как это все смотрелось. Давайте я начну с первой книжки. Это книга по рисунку от издательства Промопресс, замечательного совершенно автора. У нее книжки всегда – это вот такой графический справочник, который позволяет вам вдохновиться и использовать какие-то новые, свежие идеи. Книжка толстая, и действительно, как здесь написано, «Одна тысяча фэшн дизайнс», то есть «Одна тысяча дизайнов», так вот они здесь и представлены. Притом в достаточно разных техниках. Можно посмотреть самые разные идеи. Вот смотрите, это слитная, это раздельная. И вся книжка, она заполнена вот такими прекрасными рисунками. Плюс здесь включена вечерняя мода, ночные рубашки, пижамы, ночные сорожечки, пеньюары. То есть все, что касается вот этого нижнего, самого ближнего к телу слоя. То, чего раньше считалось не должно было видеть, да, вот ночные сорочки, нательные сорочки. И то, что самое-самое близкое к коже и телу. Более современная подача. То есть здесь есть достаточно разные техники исполнения и при этом большое количество разнообразных идей. От таких кружевных, классических, с косточками, без косточками, корсетных, домашние варианты какие-то. Все здесь это можно посмотреть. Очень богатая вариативность, так что имейте эту книжку в виду. Когда не хватает идей, когда нужно подсмотреть, как это можно сделать. Когда нужно как-то вдохновиться, понять, как это можно нарисовать. Или действительно отсюда можно брать готовые дизайны. Они более чем достойны. Почему нет? Такие книги именно для таких целей и служат. То, что справочник идей, который вы можете использовать. Листаю, кстати, я не каждую страничку. Я листаю через 2-3 странички. Там намного-намного больше вариаций. Но, как видите, самые разные техники, самые разные материалы и домашние одежды в разном стиле. Там было черное кружево, белое кружево, цветное, корсетные варианты, варианты ночных пеньюаров, варианты белья. И вот она пошла к купальнике, что, в принципе, очень актуально к летнему сезону. И здесь приятно то, что большое количество разнообразных форм, разных купальников. То есть можно выбрать для себя что-то однозначное. И не обязательно это то, что по сегодняшней прям моде супермодная какая-то вещь. А вот есть и вечная классика какая-то, есть и какие-то дизайнерские элементы, и спортивный стиль. Вот оно здесь все в этой книжке собрано. Также какие-то пляжные накидки, что-то типа гавайских и таких тихоокеанских мотивов с цветами. То, что мы можем увидеть на пляжах мира. Вот оно здесь все собирается и суммируется в эту книжку. Как обещает обложка, так оно внутри и есть. Одна тысяча деталей. По сути, это книжка-картинка. Текста там практически нету. Но, в общем-то, он вам и не понадобится в данном формате. Следующая книга. Это полный дизайн-курс по созданию белья. Шикарная книга, честно могу сказать. Очень она мне нравится. Издательство King Publishing. Это другое издательство. Здесь у нас ретроспективы даны. Можно посмотреть, какое было белье, как оно выглядело, как оно трансформировалось. Дальше первая глава рассказывает о том, какие материалы используются, что вам понадобится, как это все выглядит. Вот про особенности игл, которые используются, нитки. Там это все подробно описано. Второй вариант – это как мы будем снимать мерки и как мы будем строить базовую конструкцию. Вот смотрите, она здесь пошагово приведена. Сначала построение основы. Ну, очень такая классическая система. И, кстати, она дана в дюймах. Ее, конечно, можно перевести в сантиметры, потому что здесь даны измерения, которые они используют. Но вот очень интересно посмотреть, а действительно ли дюймовая система будет давать лучшую посадку или нет. Хороший вопрос. Далее даны варианты моделирования. Смотрите, это уже трусики идут. Как и что можно из этой базовой выкорки потом отмоделировать. На практически все дизайны здесь дано. То есть, как это все простраивается, как это все собирается. В этой главе достаточно широкий пояс. Далее тоже достаточно широкая глава с моделированием. И здесь уже идут и складки, и какие-то дополнительные элементы, которые вы можете добавить в белье. То есть, вот такого плана. Здесь все рассказано, показано. Вот рукава, как моделировать, как все это создавать, как более сложные вариации. Здесь это все есть. То есть, большой-большой блок по конструированию и моделированию. Потом идет блок по технологии создания белья. Как на что обращать внимание. Как работать с кружевом. Разные типы отделок. Разные типы материалов. Соответственно, как это все должно выглядеть. Вот в раскрою более сложные вещи. Это все здесь абсолютно разобрано. Уже корсетные какие-то. Как это все презентовать и смотреть. То есть, все-все-все здесь это разбирается. Конструктивные тоже детали, элементы технологические. Специальные вещи на специальные техники, которые используются в тех или иных элементах. Корсетная бараа. Тоже, смотрите, здесь разобраны типы. Разобраны, как посадку правильно сформировать. Ну и, конечно же, полное конструкторское описание. Как его создать и как сделать. То есть, все-все-все эти моменты здесь охватываются. И вы сможете ими воспользоваться. Как разные чашечки формировать. Здесь все это показано. Тоже технологические особенности. Как лучше работать с чашечками. Вот они все в своей красе. Смотрите. Книжка толстая, большая. Качественно очень выполнена. Много информации, много элементов, много деталей. Действительно, есть на что посмотреть. И уже декорирование. Это вышивка. Как ее можно делать. Обработка края, кружева. Декоративные отстрочки. Там перышки, буфы. Дана информация. Достаточно подробно, красочно. Тоже, потому что в белье, помимо конструкции, помимо материалов, конечно же, важен еще и декоративный его вид. Вот здесь этот момент тоже рассматриваем. Как делать шнуровки. Как это все должно выглядеть. И вот смотрите. Спецификейшн шит. Как все это должно выглядеть. Плюс глоссарий. Такая вот шикарная книга. Собственно, как они написаны. Полный курс. Вот он так и представлен. И еще одна книга, которая станет прекрасным дополнением к предыдущим двум. Это мода Андвея. То есть, это нижняя мода. Это нательная мода в историческом таком аспекте. Здесь она разобрана от нательных рубашек до современных корсетов и бра. Очень рекомендую для тех, кому это интересно. То есть, вот от сорочек детально разобранных как, что и где здесь все вот это есть. Смотрите, даже сформованные туда сделанные чашечки. Притом, на каждое изделие дана хорошая детальная фотография. Как отделано, какое кружево. Дан технический рисунок, чтобы посмотреть его с разных сторон. Как это все происходит. Ну, здесь же также вот есть исторические вещи, которые ну, крайне интересно посмотреть, как это формировалось. поэтому это вот именно дополнение к предыдущим книгам. Чулочные и носочные изделия сюда тоже вошли. Смотрите, какая красота. Действительно, оно просто произведение искусства, откровенно говоря. И здесь будет большой блок по корсетам. По самым разным корсетам. И сорочки, корсеты. Все-все-все здесь включается. Притом, на каждое изделие, конечно же, дана историческая справка, где оно сделано, когда, из какого материала. То есть, это можно все здесь посмотреть. Очень подробно написано. Корсеты. Представляете, вот такой железный корсет. Это то, что у нас косточки. Вот то, что подкладывали. Как, где какие отстрочки. Все здесь это изображено. Это вот тот, который на обложке. Тоже его конструктивные особенности. По спинке, по переду. Как это все смотрится. Здесь подробно изложено. И вот так по всем частям. Вот пояс для чулок утягивающий. Какие были застежки. Как их обрабатывали. Блоками здесь все это разобрано. Разобрано. Тоже листаем немножко. Не совсем каждую страницу. Потому что очень много. Вот уже что-то более современное. Как формируется объем. На руки что делали. Это турнюры. Корсеты. Все. Вот здесь это показано. Какие подушечки. Где какие системы. Как это все крепилось. Как создавался нужный объем. Ну и более современные, конечно же, методы решения. Вот такая прекрасная книжка. С историческим аспектом. Показывающая и рассказывающая все. И подробно про историю нижнего белья. Сорочки. Вот эти три книжки, на мой взгляд, действительно прекрасная часть библиотеки. Для тех, кто занимается нижним бельем. Собирается заниматься. Хочет изучить, обогатить свои дизайны. Крайне рекомендую их хотя бы ознакомиться с ними. А если вы этим занимаетесь. То и приобрести свою библиотеку. Чтобы они всегда вас радовали. И делились с вами полезными советами. Потому что авторы вложили в них много души. Много интересного. Это разные издания все. Но вот именно эта подборка, она действительно стоящая. Спасибо за внимание. Если у вас появились вопросы, пожалуйста, пишите мне их в комментариях. Если интересны какие-то книги. Все вот эти книжки можно приобрести у нас в онлайн-магазине. Мы находимся в Москве. У нас есть самовывоз. Отправляем по всему миру. И обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите, какие книжки вам еще интересны. Я стараюсь показать вам книжки максимально подробно. Рассказать, что в них, о чем в них. Никаких потом неприятных сюрпризов вы, естественно, не получите. Потому что вы уже знаете, каково это. И также вот даю вам возможность полистать эту прелесть. Ну, хоть и дистанционно, но прикоснуться к этим шикарным творениям. На этом все. С вами была Щековская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока.